Без всяких матюков, это язык программирования. Это официальный язык программирования. Есть такое понятие «машина Тьюринга». Ее для чего-то еще преподают. В ней есть определенное методическое значение. Вообще это такая убогая штука, которую придумали еще до Второй мировой войны, когда компьютеров не было. Есть современный язык Бринфак. Мозголовный. Который фактически в точности повторяет машину Тьюринга. Из забавного интерпретатор Бринфака на Java занимает всего по 18 строчек. У него всего 8 команд. Вот они. Давайте посмотрим на программу. Вот «Hello World» слева. Вот эта программа на Бринфак. Я, считая себя читал по теории вычислений, я бы не изучал машину Тьюринга. Зачем изучать какой-то Гроб, которому в 70 лет. Придумал мужик, который... Компьютеров не было. Какие-то холловки куда-то движутся. Вот здесь современный язык программирования. Экипедия, хабра-хабра. Вот «Hello World» на нем. Да, и забавного. Он пишет «Hello World» при том, что у него всего 8 команд. У него больше ничего нет. У него нет чисел, нет строк, нет форум, свечей. Есть просто... Вся программа... Да, строки — это пронумерованные авторы. То есть в программе их нет. Это просто цепочка из 8 символов. Плюс-минус. Лево-право. Точка-запятая. Открывающая-закрывающая скобка. Я видел, нет, там были какие-то маленькие, что-то. Скобки. Ну, вот это, наверное, «Hello World» в одну строчку. А то, что написано буквально, вообще не существует? Ну, это объяснение, что... Да, да. Так я не знаю, что это. Простой способ показать язык программирования — это написать «Hello World» на языке программирования. Мега круто — это на языке программирования написать интербетатор языком программирования. Вот интербетатор брейнфака на брейнфаке я не знаю. То есть я пытался писать, но потом я устал. Надо писать свою маленькую IDE, свой маленький дебаггер, свой маленький метод. Вот. Так. Хорошо. А теперь давайте и пострашнее вещим в лабораторке. Это наше звено односвязанного списка, на который мы все время смотрели. А теперь у нас есть звено дважды связанного списка. Это список, у которого у каждого нода есть ссылки не только дальше, но и назад. Проект previous, предыдущий, next, следующий. Для чего мы это изучаем? Не только чтобы поучить жару, алгоритмы. Это все полезно. Но если подходить совсем во многих отношениях, эти штуки надо поделать. И одно из совсем простых вещей, почему это надо, не циничное, как это, не меркантильное, типа полезное в быту. Отлично. Лучше весь слово какое-то. Следующее. Java-Util-LinkedList Это дважды связанный список. Там внутри. Java-Util-ArrayList Внутри сделан на массивах. И там происходит в серии System ArrayCopy. Поэтому постоянно говорю про System ArrayCopy, массива нет. Потому что один из самых популярных вопросов по коллекциям, это Расскажите про интерфейс-лист, расскажите, какие есть реализации. Реализации две в GDK. ArrayList и линкопис. И расскажите про них сравнительно. Почему это спрашивают? Почему это популярные вопросы? Почему человек не способен его ответить? Вообще они должны работать в жаре. Потому что каждый раз нам не нужно хранить список чего-то. У человека есть список телефонов. У телефона есть список цифров. У женщины есть список детей. У компании есть список сотрудников. То есть упорядоченная последовательность. То нормальное хранить не в массиве, а в листе. Потому что у массива статическая структура. Поэтому лист. У листа есть метод add, remove. Как мы пишем, так вот у листа такие же методы есть. И, соответственно, программист, как только приходит к идее, что он использует не массив, а лист, он обязан выбрать одну из двух реализаций. ArrayList или ArrayList. И эта штука используется постоянно. То есть на каждое, допустим, 200 строчек кода есть какая-то или используется какой-то лист. Он используется чуть реже, чем, например, ссылки используются. И в нормальной программе листы используются чаще, чем массивы. в реальности, то есть. Так вот, link and piece — это дважды связанный список. Это означает, что у него, у элементов, две ссылки, кроме значения, там, 1, 2, 3, 4, еще есть две ссылки. Тут ссылка назад — no, а у нас ссылка на этот конец. Тут ссылка вперед — крест, да, ничего нет. А у нас ссылка на него. То есть мы когда храним дважды связанный список, мы храним отдельно ссылку на оба конца. Почему односвязанного списка не хранят ссылку на оба конца? Потому что, когда удаляют вот этот крайний элемент, я вот эту левую ссылку не могу никак пересчитать. У меня же стрелки идут отсюда-сюда. В какой смысл мне держать указатель на этот элемент? Если я захочу его удалить, я не могу даже его удалить, потому что если у меня вот такая штука, я держу ссылку на него, я не могу удалить последний элемент, мне для этого вот тут надо обновить ссылку. А я по стрелке назад пройти не могу. У дважды связанного списка получается, я могу из любого конца в любые стороны. Есть смысл держать ссылку на этот конец, если я захочу удалить этот элемент, я, смотрите, семена удалить этот элемент, что я делаю? Я по этой ссылке прохожу еще назад. Теперь вот эту ссылку обнуляю, а вот эту перекидываю сюда. Да, элемент, на который никто не ссылается, но который ссылается на меня, мы его игнорируем. Арбыш-коллектор его убивает. Если вас посадили в СИЗО, и вы знаете прокурора области, а он вас не знает, вам это не поможет. Уборщик пусора вас убирает на три года. То есть, если только вас знают оттуда, то вас выгодно. А то, что вы кого-то там по телевизору видели, это не помогает. Гарбыш-коллектор работает точно так же. То, что есть элемент, на который никто не ссылается, а он на кого-то ссылается, это не важно. Его убирают, его память освобождают. Так вот, для этого два же связанного списка. Надо написать все те же самые четыре метода, которые для односвязанного списка. В чем отличие? Тут главная дисциплина. Я тоже не буду хранить ссылку на дальний конец. Я тоже буду считать, что в данном случае уже пропадает понятие голова и хвост. Он симметричный, у него с обоих концов одинаково выглядит. Но я поскольку ссылаюсь только на один конец, я буду считать, что вот этот конец я буду называть хвостом, а тот головой. Если я хочу сейчас из этого списка удалить второй элемент, мне нужно сделать следующее. Бежать циклом или рекурсией. Нулевой элемент, первый элемент, второй элемент. Этот элемент надо удалить. Надо сделать следующее. нужно у предыдущего. То есть, смотрите, как он зацеплен? Вот так. Надо еще вперед качать. Надо вот эту бросить сюда, а вот эту бросить вот сюда. Теперь это нулевой элемент. Вы по стрелке берете. Первый элемент, второй элемент. Этого элемента больше нет. Если в односвязанном списке вы хотите вот это проигновировать, тогда его правый сосед должен стрелку бросать сразу на его левого соседа. Вот получается, поскольку стрелки в оба стороны, его правый сосед бросает стрелку на левого, а левый на правого. А его все в односвязанном. А теперь я хочу во вторую позицию, в первую позицию добавить элемент. Что я делаю? Элемент 100. Выделяю новый нот. Пишу туда 100. Нулевой элемент. Первый элемент. Теперь этот должен быть первым. А этот должен стать уже вторым. Я должен вот эту ссылку бросить вот сюда. Эту бросить сюда. Эту бросить вот сюда. А эту бросить вот сюда. Именно так. Именно это происходит под ковром, когда используют JavaoKill Lincoln List. Я написал тестовые методы. Только метод PUS3 тут чуть-чуть работает сложнее. Тестирование, добавление. Все то же самое. То есть методы точно такие же. Add last, insert in position, remove last, remove in position. Единственное, метод PUS3 работает немного по-другому. Но он перетаскивает больше информации. Это не совсем корректно, но я рисую вот так его. Да, ситуация следующая. Для лабораторок этой лекции я написал весь код. То есть у вас есть проверки, проверяйтесь. Я сам лабораторки реализовал обоими способами. Поэтому гарантированное решение есть. Короткое, понятное, красивое тесты. О первой и второй лекции я сейчас пишу. То есть надеюсь, что до нового года точно успеет. За неделю, за три, надо сколько получится. То есть это за сегодня за один день и дело. К следующей лекции лабораторах пока нет. Я все время хочу, чтобы придумать, за год ничего не придумал. Скорее всего, вас тоже не боятся. То есть сейчас можно делать эти лабораторки, предыдущие кто как сделал, в ближайшее время появятся коды их проверяющие. Хорошо. Вот как я герю список. Смотрите. В скобках это элемент. То есть вот это показан. Элемент 2. Он налево ссылается на элемент, у которого value 1, а направо на элемент, в котором 3. Я смотрю, она направо ссылается, в котором 3, а там действительно 3. Давайте слегка так, я понял. Такие ошибки допускают большинство, когда делают эту лабу. Можно получить вот такой дурацкий список. Смотрите. Я указываю на него. Да? У него, например, нул. Окей. Он указывает на другого парня. Хорошо. Тот указывает еще на одного парня, а тот ни на кого не указывает. Да? Одна проблема, что обратный ссылки не совпадают с прямыми. Например, этот братишка ни на кого не указывает, а этот указывает на вот этого. Получается, когда я иду в прямом порядке, я не замечаю, что у меня сбой по ссылкам. Вот если я шел обратно, я бы это заметил. Значит, как бы я не заметил. Я бы пошел, сделал вернекс, попал бы сюда, ну и как бы окей, конец. Получилось, что с точки зрения прямых ссылок и обратных это два разных списка. Прямо в списке 0, 1, 2. В обратном списке 2, 0. Ну, не считая совсем анонимных, значит, не анонимных, а странных таких нарцистичных случаев. Например, штука, которая ссылается сама на себя. Никто не запрещает написать tail next равно tail. Я у себя храню ссылку на себя самого. Из-за этого я, когда рендерю элемент, вот от стрелки до стрелки, я пишу значение его value, а также value его левого соседа и value его правого соседа. Ну, это означает, что если у него написано тройка и тут тройка, значит, он действительно указывает на него. Если вот тут указана стрелка, это значит, что указатель никуда не указывает. То есть вполне возможно следующая ситуация. Двойка указывает на тройку в моей терминологии, а с этой стороны таки тройка указывает, например, на 100. Ну, это означает, что у этого элемента ссылка на этот элемент, а у этого элемента ссылка на какой-то другой элемент. Или же тут может быть звездочка. Это означает, что тут null, обратной ссылки нет. В данном случае, то есть, если бы я написал просто тест и сказал вам неверно, ну вот вообще с ума могу сойти. Я его визуализировал, показал. Если в моей визуализации нет ошибок, а я так надеюсь, найдете, пишите, обсудим все, возможно, где-то после кала. Если я, то есть вам будет дано две визуализации, вы видите, где не отличает. То есть попытка визуализировать вот эту штуку в памяти в виде строки. В чем у этого процесса все-таки проблемы? Поскольку это не верификация тестирования, то и черт с ним. Проблема в том, что возможно, то есть мой метод где можно облажаться? Представьте, у меня есть нода, у которой тут двойка. И она ссылается в ноду, у которой двойка. И она ссылается в ноду, у которой тройка. Теперь мой метод toString ему все равно. Он не делает различия между вот этой стрелкой и вот этой. После метода toString и тут, и тут будет двойка. Вот эта стрелка в обоих моих рендерингах будет выглядеть вот так. Двойка вот так. Я не могу отвечать, где две двойки. Мы будем проходить похожее по коллекциям. Кратко это называется в математике класса эквивалентности. Когда мы берем что-то сложное, а потом отображаем другое пространство и... Математика не будет. То есть сравнение похоже на следующее. Мы хотим сравнить две штуковины. Это тяжело. Мы берем их тени и сравниваем их тени. Если тени у них разные, то эти штуковины разные. Мы ставим одинаково два аппарата, освещаем с одной стороны. Если у них разные тени, это две разные штуковины. Но если тени совпали, не факт, что это одинаковые штуковины. Тень же не сохраняет всю информацию. В математике называется, что штуковины с общей тенью, они принадлежат одному классу эквивалентности. Наша делегация идет по Китаю. Это вроде как правдивая история. Нет интернета не поймешь денег. Наша делегация идет по Китаю, что смотрят, там смотрят, и тут мелкий китаец выбирает трехлетний и прямо наше отписывается. Он смеется, тыкшит делегацию, что-то своим кричите. Тихо. Ржет просто нахуй. Они берут очень просто, что он говорит. Он говорит, да ну ладно. Ну скажите, что на них? Ну пацан трехлетний немножко серьезно бить. Он говорит, да и странные, все одинаковые, глаза как у коровы. С точки зрения китайцев, все европейцы это просто присоединили одного класса эквивалентности. Они их не отличают пусть. Клоны одного какого-то белого человека. Для нас наоборот. В Китае там живет семь китайцев. Семь по национальности. Вот я между ними еще какое-то отличие одевал. У меня были одногодние. А внутри я и так двух там за пять лет не смог отличить. Они когда переодеваются. Я отличал северных китайцев и каких-то там приморских китайцев. Между собой приморский, когда я не одежда это все. Для меня это... Вот этот ToString работает похожим образом. Да. Так. Собственно говоря... Башня. Башня нужна многим? Ну посмотрим. У нас просто сейчас мы... Я не додал лабораторку по деревьям к этой лекции, а к прошлой по Ханойской башне. Я предлагаю выдать их на следующей лекции. На следующей лекции собственных лаб не будет. Одна будет по рекурсии, одна будет по второй, одна по третьей лекции. Потому что уже пол-одиннадцатого, так давайте будет конец этой лекции. Так. 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 Так.